Киров. Всё началось в Кирове. Всё продолжается и будет работать всё в Кирове. Я люблю ралли. Мы выступаем на «Жигулях». Ралли — это соревнование на время. В ралли нету очной борьбы. Каждый экипаж стартует с интервалом в одну минуту. Выигрывает тот, кто затратил наименьшее время на прохождение спецучастков и не набрал штраф. В экипаже машины два человека. Это пилот и штурман. Перед гонкой мы всегда трассу проезжаем два раза. Пишем стенограмму. Когда левый 2 через перегиб 400. На левый 3 минус. На правый 2 короткий. Правый 1 минус через зону. 220. Мы один раз проезжаем трассу, я диктую. Он это всё записывает в стенограмму. Во время второго прохода уже я диктую ему то, что было записано. Может носить какие-то правки в эту стенограмму. Но во время гонки уже, собственно говоря, мы занимаемся своими прямыми обязанностями. Правый 1 короткий. На левый 2. 50. Правый 1. Ехать быстро по глазам это невозможно. Глаза тебе дают такую постфактум информацию. Если ты это увидел, значит это уже произошло. А стенограмма позволяет тебе смотреть за угол, за уклон, за перегиб, за трамплин. Это самый кайф и для пилота, и для штурмана, когда штурман диктует под ногу. То есть когда пилот не задумывается о том, а что же ждёт его дальше, он тут же получает эту информацию. То есть вот вовремя, ни раньше, ни позже. По большому счёту ты даёшь команду, и она тут же должна исполняться. Ты сам отчасти управляешь автомобилем, то есть в виртуальном смысле. У нас команда подобралась, ну, наш коллектив, маленький, но очень-очень сплочённый. Наша команда — это я, мой штурман Андрей Калищёв, наш механик Андрей Чупраков. И это наши «Жигули», это наша актуальная машина, которая 10 лет уже с нами, которая много-много нам всего подарила. Мне 32, из них 20 лет, я вот в этой теме и играл в компьютер, учился хорошо. Ну, просто отец посмотрел, что я делаю, и говорит, слушай, ты, наверное, в картинг пойдёшь. И всё, жизнь не будет прежней. Картинг, ледовые гонки, снегоходы. И в 2009 году я понял, что, наверное, ралли. Ралли надо пробовать, ралли моё, ралли интересно, ралли сложно, ралли не... Ну, так немного непостижимо оказалось с берега. История моя начинается, наверное, ещё с конца 80-х, когда я начал интересоваться автомобильным спортом. То есть у меня в городе Жуковске, в котором я жил, проводили соревнования по автомобильному кроссу, и меня это очень заинтересовало. Я ещё в школьные времена начал интересоваться автомобильным спортом. Начал ездить по всей округе сначала, в Подмосковье, потом в соседние регионы. Я купил первые Жигули, и она не проехала ни одной гонки. У нас сразу же всё сломалось, всё отрыгнуло. Но за эту маленькую дистанцию так понравилось, было так круто, что я понял, ничего я больше не хочу, никаких других гонок, никаких других соревнований, дисциплин. И мы решили ворваться плотно. Идея создания экипажа возникла, можно сказать, достаточно случайной. Клим искал себе нового штурмана на выступление за границей. Я реально его нашёл по объявлению. Собираюсь на гонки в Литву, на Кубок Ладов ФТС. Вот, приглашают хорошие друзья. Есть возможность поехать штурманом. Штурмана нет? Пожалуйста, помогите. Я был одним из отлитывшихся на его зов. На удивление много было, много реакций. И Андрей Русланыч вроде, давай попробуем. Я так счастлив, что появился Андрей Иванович. Иваныч, пока делает важные дела, я вгружаю салатик. Мы до этого вообще с ним были незнакомы. Но как-то что-то я почувствовал. Я его пригласил сюда работать. Он, так скажем, из кировского нашего автоспорта небольшого. Я сам немножко ездил, выступал на таких местных соревнованиях. Сначала кроссом, ледовыми гонками на суперлюбительском уровне. Я увидел, у кого на наших гонках самая аккуратная машина. И кто меньше всех говорит. И это оказался он. Я понял, ну, концепцию, что от меня требуется. Четвертый сезон вместе. И я вижу, что ему нравится. Я вижу, что он балдеет создавать. Создавать то, что никто не делает. В больших командах ездят там, ездят такие ребята, поздороваться нельзя будет, потому что будет, ну, два кольца охраны. И ездят такие ребята, которые, ну, буквально ночь делают машину в гараже, а с утра побеждают. И это все, эти все люди вместе. Да, там разные классы, но участвуя в одном соревновании, они, условно, они равны. Миссия. Огурцы от Иваныча. За углом там Сольберг. Ща пойдем ему подарим. Лично мое знакомство с Кривом было относительно давно. К нам заходил все время какой-то жизнерадостный человек и дарил квас. Мы простые ребята, и мы будем ими оставаться, потому что, оставаясь маленькой командой, нам очень здорово и удобно, мы можем себе позволить чуть больше. И поэтому мы мобильные, если нам приходит сейчас там какое-нибудь предложение взять и там приглашение сгонять на гонку, там, как вот было в том году, мы ездили в Германию, мы прыгаем и едем. На гонках большая часть это дорога туда. У нас большая страна. Два дня туда, два дня обратно и, грубо говоря, три с половиной дня там. У меня пикапчик, мы цепляем за него прицеп, в котором едет машина. Вот и все. Садимся, включаем книжку хорошую. Все. На границе выключаем. Приехали. Навигатор, конечно, нас завел туда. Говорит, вот нам надо по этой дороге ехать туда. Все, вы там приедете. Ваш альмкульт. Тут все приватное, все, нельзя ехать. Сейчас развернемся, поедем дальше. В аренду можно взять любую машину и ты представь человека, который вот этим всем вирусом он инфицирован, вот как мы. Он любит ралли. И он берет здесь и сейчас, платит деньги команде, которая вывозит его на соревнования, какие он хочет. Он туда прилетает на самолете, все расставлено, механики, машина готова, прилетает на тесты, ознакомление, гонка, улетает. Просто такие люди, их достаточно много. Для них это единственно возможный формат. Едут, ну вот от Жигулей и заканчивая, в принципе, мировой техникой, которая вчера сражалась там в чемпионате мира за абсолютное чемпионство. Там трудится страшное количество аналитиков, ученых, которые всем этим занимаются, которые создают решения, которые где-то когда-то, ну, они выйдут на свободный рынок. В WRC это только мировой чемпионат, в R5 можно играть национальные чемпионаты и как бы так ниже, 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 заканчивая моноприводными маленькими машинами. Есть машины национальные. Это, так скажем, ну вот пример. Ты можешь построить автомобиль из чего угодно. С нами едут там Цивики, с нами едут Ниссаны, Санни, с нами едет много Жигулей, Калины, восьмерки всякие. Я не знаю, почему я выбрал Жигули. Вот, ну, не знаю, мне никто не приказал, никто мне не заставил. Так происходит, что это такой неосознанный выбор. Ты, если выбираешь, болеть за Динамо или за Спартак, ты почему-то выбрал за Динамо и все, ты всю жизнь за Динамо. Когда 10 лет назад выбирал автомобиль, мы могли начать строить любой. Но я понял точно Жигули, точно задний привод. И чем дальше мы заходим в этом деле, чем дальше мы выступаем на Жигулях, я тем больше понимаю, тем больше уверен в том, что тогда давно мы сделали правильный выбор. На Жигулях на самом деле очень здорово. Чем дальше мы забираемся, тем больше я понимаю, что это так круто. Фиесты или 208 и ПЖ, их много, их и там много, потому что это международная машина, они одинаковые. А когда мы приезжаем в Швецию, и знаешь, люди подходят, люди не смотрят на международную технику. Подходят, говорят, вы что реально русские, да. И вы приехали сюда, да. Это Жигули, да. Я там помню, у меня там дедушка Свен ездил на такой, у кого-то была у соседей. Вы что реально приехали, да. И вот это круто, понимаешь, это эмоционально очень здорово, потому что быть не таким, это классно. И всегда очень много народу, все так интересуются русскими этими на Жигулях. И вон Андрей Русланович вообще больше, чем на трассе говорит в сервис-парке. С разными иностранцами. В Германии, когда мы были. Для них мы, это какая-то, ты знаешь, мы с другой планеты прилетели. Я спрашиваю, ты что, три тысячи с лишним проехали сюда? Да. Вы вообще, ну, с ума сошли? А вы где живете? Да там, ну, при Урале. Вы реально приехали. Взяли, да приехали, выиграли еще. Дурака на Жигулях, который был там, 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 меня запомнят. С ума сойти от такого подхода можно. Организаторы пригласили нас на пресс-конференцию и сказали, машина тоже будет нужна, чистая. Все хорошо. Приехали, торговый центр, открыли дверь, заезжайте. Видали? 275 экипажей и три из них, включая нашу машину, организаторы поставили сюда. На этих машинах по-серьезному прекратили выступать почти 30 лет назад. Ну, стоит нам куда-то, вот, куда-то съездить, куда-то за рубеж, и нас всегда приглашают еще, и еще, и еще, и еще. Именно с Жигулями это очень правильно. Кто бы думал, что окажемся в Стокгольме. Едем с Южной Швеции и заехали в Стокгольм. Я никогда не был. А с Жигулями заехал. Из Жигулей, которые у меня есть, я прямо балдею от того, что мы строим технологичную, современную, эффективную машину. Это далеко не та машина, на которых чемпионаты СССР выигрывали в середине 80-х. Ничего общего нет. Здесь кузов, условно от Жигулей, так скажем, дух и некоторые формы. И Жигулевский, ну как Жигулевский, современный, 16-клапанный вазовский мотор. А, печка. Она хорошо работает, кстати, дует ядрем батон. Вот. И все. Остальное все это современные узлы, сделанные специально для автоспорта. Это так весь спорт работает. Ты берешь лучший продукт на рынке, автоспортивном рынке, и ставишь его в свою машину. И тогда побеждаешь. Я понимал, что они выступают на классике, что довольно быстрые ребята. Вот. Но сильно перевернулся весь мир. Это когда на одних тестах в Аллуксне приехал Клим с нами покататься. И машина, по-моему, была правильно сделана. И при этом она реально ехала быстро. То есть по ощущениям ты сидишь и понимаешь, что это машина даже быстрее класса R2, скорее всего. Мы ее постоянно улучшаем. Мы доводим вот до идеала ее надежность, потому что надежность в ралли это очень важно. Это даже важнее, чем скорость. И мы, представляешь, мы подошли к, в принципе, подошли к невероятному результату. У нас в этом году 11 стартов, 11 гонок и 11 финишей. У нас ноль сходов. Для ралли это очень мощный результат, потому что машины, там, знаешь, R5, которые стоят там 250 тысяч евро, они сходят, они ломаются, в них там глючит какая-нибудь электроника, и, ну, человек не доезжает. А у нас все старты, все финиши. Инженерные машины должны отсуживать инженеры. А у нас инженерная машина, ну, она больше такая творческая, да. Все детали, они у нас оригинальные. Я думаю, что это самый быстрый «Жигулей» на всем постсоветском пространстве на сегодняшний момент. Автомобиль, который не ломается в этом году, этот автомобиль нас не подвел. В этом сезоне соперники, по большому счету, проиграли нам надежность. Андрей Иванович Чупраков тоже, как наш ведущий механик, одной из слагаемых нашего успеха. Потому что, реально, если бы не он, и не его золотые руки, то, наверное, такого автомобиля бы не получилось. Ралли Эстония 2018, и это не самый обычный финиш прекрасной гонки. Во-первых, на Пауэре, на предпоследнем спецучастке мы прокололи колесо. Прокололи вообще очень мощно. И что-то произошло с топливом, показывает, нет давления. Мы думали, насосы, реле, все там предохранители. А судя по всему, у нас кончился бензин. Бензин. Приехал Иваныч. Чуть-чуть плеснули. И малышка завелась. Вот такая история. Видимо, у каждого должна быть такая. Я думал, ну как так, как бензин может кончиться? Мы же ребята серьезные. Каждый миллиметр этой машины знаем. Мы его учли, мы о нем подумали. И довели до высокой степени надежности эта машина. 10 лет она строилась. То есть изначально это была обычная пятерка. Немножко доработан был двигатель. А в процессе роста экипажа и роста задачи экипажа увеличилась энерговооруженность автомобиля, его надежность. По истечениям 10 лет этот автомобиль действительно суперспортивный болит. Я всегда после сервиса, после заправки, я всегда стараюсь машину погладить немножко. Ну и сказать, ласточка не подведи. Все знают, что я люблю свой Escort Mark II. Это мой путь. Но есть одна вещь, которая еще безумнее, чем ирландец на эскорте. Это русский на Жигулях. Просто понаблюдайте за этими ребятами. Посмотрите, что они вытворяют на Жигулях. Это практически русский Mark II. Никогда не знаешь, кто перейдет на темную сторону. Субтитры делал DimaTorzok После того, как с Андреем Руслановичем поехали одну, поехали вторую гонку. Мы первую съездили в Литве. Потом поехали в Эстонию. Один раз. Потом мы поняли, что это сложно и это очень интересно. Каждый следующий сезон, он у нас такой трудовой. То есть трудно. Нас реально ставят на место. Если где-то в России, я привык, что мы едем на кубковую гонку. Тут выигрываем. То есть стройки регулярно. А туда приезжаем. Первый раз в Эстонию приехали. Ошибок не делаем. Все отлично. Седьмые. И первый раз приехали в Эстонию. По-моему, пятый или шестой спецучасток. Мы перевернулись. Это, наверное, самая большая моя штурманская ошибка в жизни. Потому что мы приехали на ралли Сарема 2014 года на эстонскую гонку. На самую крутую. Которая собирает по 130 моих больших экипажей на старте. И во второй день я слишком поздно зачитал очередную позицию в стенограмме. То есть я зачитал эту позицию тогда, когда мы практически уже в эту позицию приехали. А там был достаточно крутой поворот с разворотом. Соответственно, в этот поворот мы уже никак не попадали. Из-за этого мы перевернулись. Самое тяжелое – это ждать, отправить экипаж на спецучасток. И потом томительно ждать, когда экипаж вернется в сервис. Но когда экипаж приходит в сервис, соответственно, есть ограниченный период времени, в который нужно привезти, если есть какие-то недостатки или поломки, привезти автомобиль в движущее состояние и отправить экипаж дальше в дом. Для меня самое главное, чтобы по технике было все самое главное. Ну и с экипажем – это вообще в самом-самом первую очередь. Машина заходит в закрытый парк, и там начинается быстрый-быстрый сервис. Надо успеть по максимуму все проверить. Сначала, конечно, если есть какие-то неполадки, сначала неполадки устраняются. А потом уже общий осмотр. Мне хотелось, чтобы машина приехала на сервис абсолютно целой, чтобы мне не пришлось ничего с ней делать. Потому что я волновался, вдруг не хватит этих 30 минут у меня. И потом, ну, это очень большой груз ответственности. Поэтому очень сложная работа механика на гонках. Поэтому в таком качестве выступать, честно скажу, мне не очень понравилось. Мне постоянно хочется больше. В 16-м году мы поехали целиком в чемпионат Эстонии. Это, в принципе, много русских так делает, но это делают такие ребята, которые, вот я говорил, которые прилетают там на вертолетах, арендуют такую технику и едут. А ребята из гаража так не делают. И в 16-м году мы, не знаю, 40 или с лишним, 50 или там по итогам сезона было машин в классе, мы были третьи. И это было так круто, так, такой подъем, там такое награждение, такое, которое вот, ну, в принципе, знаешь, раз в жизни на таком будешь, вот и уже все, уже класс. Старный ралли Эстония, это очень необычная гонка. Национальный этап собирает столько людей, столько народу, необычно. И приятно очень быть здесь. Мы поехали в 17-м году чемпионат Эстонии. И мы его выиграли. Мы чемпионы Эстонии 17-го года. А давай еще. А давай. 18-й год. Тоже сложно, 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 но мы выиграли. Двухкратные чемпионы в Эстонии. Два раза выиграли, давай что-нибудь еще, еще, еще. Но появились новые вводные, новые гонки в Эстонии, новые участники, и мы поняли, что, как бы, еще раз вопрос не закрыт. Мы 19-й год. Этот год мы снова выиграли. Тоже участников было достаточно много. То есть мы получили сейчас я, Дарья Русланыч, эта машина, мы трехкратные чемпионы Эстонии. Эти вот там титулы, вся вот эта, там, не знаю, кубки награждения, на самом деле ничего совершенно не значат. Это все, ну, остаются эмоции. Один финн есть знакомый, такой умудренный опытом ролист. И он мне как-то говорит, слушай, а ты зачем этим всем занимаешься? Я не ожидал вопроса, я не знаю. Он говорит, смотри, в Финляндии это очень просто. Если ты этим занимаешься, то ты, когда будешь старый, ты будешь рассказывать истории, а не слушать. Два дня, два подиума. Все хорошо, все очень круто, потрясающая гонка. И вернемся еще. Короткая есть история, которую я не писал нигде, никогда не рассказывал, потому что она такая, так скажем, на грани. Это финал чемпионата Эстонии 17-го года. Это ралли Сарема 2017-го года. Самая тяжелая была гонка, опять же, в моей жизни, в нашей с Андреем Руслановичем карьере. Неделю перед гонкой лили дожди. Во время гонки лил дождь. Все в ямах, все в такой грязи. То есть пробитые колеса, раскуроченные подвески. То есть в каждом повороте там стоял по машине, может быть и по две. Едешь там за секцию, три колеса пробиваешь. Обычно берешь одну запаску или даже ноль запасок на Сареме, да, а тут просто. Ну если бы не наши доблестные механики, которые нас спасли в тот момент, быстренько метнулись из сервисного парка, привезли нам еще одну запаску. Это против правил. На правила по этой гонке, по-моему, уже никто не обращал никакого внимания. Главное было выжить. Мы думали, что как бы план максимум, мы можем стать вторыми в чемпионате Эстонии. По итогам этой гонки это финал. Но тем не менее танчик пер. И где-то к середине соревнований, даже к второй-третьей дистанции, мы обнаружили себя на, в общем, на очень приличной позиции, которая позволяла нам бороться за первое место в чемпионате Эстонии. Стартуем. Последний спецучасток, где все решится. Уже темно. Включаю свет. Ну, дополнительно включаю люстру. У меня показывает. Зарядки нет. Я думаю, о-о, вовремя. Выключаю. Ну, для того, чтобы снизить нагрузку это все. Едем, вот, понимаешь, едем в полную силу, как в последний раз. Мама, я клянусь. Но, как без дополнительного света, потому что я понимаю, что он сожрет аккумулятор. И мне не хватит. Мне не хватит доехать. Финишируем доп. Считаем все. Смотрим время. Мы выиграли. После этого нам предстояло еще 50-километровый перегон до финиша. Ну, мы выиграли. Но гонка заканчивается не здесь, а через 50 километров. Я вырубаю весь свет. Вообще весь. Темно. И вот сколько там она едет, там, не знаю, 150 по, ну, вот, по острову. А много зрителей возвращается. Я еду, понимаю. То есть, чем я дальше, ну, затащу машину, тем мы ближе окажемся к финишу. Напряжение в сети. Падало, 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 падало. В конце концов скатилось до нуля. В общем, 20 километров там остается до этого. И она встает. Мы чемпионы Эстонии. Но там. Здесь. И я вижу один там соперник, второй, третий проехал. Как? Неужели здесь сейчас все кончится? Мы тормозим всех. Клим послал меня тормозить все попутные автомобили. Просто вот поток едет, всех тормозим. Ребята, у кого? Как крокодилы, аккумулятор, хоть что-нибудь. И на наше счастье остановился человек, который когда-то занимался ралли, Женя Дмитриев. Огромное ему спасибо. Мы попросили у него аккумулятор. Я говорю, ребят, я сейчас возьму. Мне надо. Мне нужнее, чем вам. У меня с собой ключи. А там же новая машина, все пластиковые. Это сломал, все выкидываю, достаю аккумулятор. Я говорю, не глуши, только тачку сдаю. Потому что вы не уедете отсюда. Смотрят такие. Что за фигня? Мы все грязные, все как этот. Я снимаю у него аккумулятор, ставлю к себе. Мы прыгаем в тачку. Такая толпа нас толкает. Я там третью передачу. Она заводится. Еле-еле. Все-таки доехали до финишного подиума. Я заезжаю и награждает Ари Ватанин. Это чемпион мира 84-го года по ралли. Дважды победитель Париж-Дакара. Абсолютно. То есть это, ну, вес имеет товарищ. Он награждает. А я заезжаю, все машины глушат. Он же говорит. Все прослушают. Я не глушу. Он стоит, работает. Мне говорят, заглуши. Я говорю, нет. Заглуши. Я говорю, нет. Глуши, не слышно. Я говорю, нет. Он не заведется. А, нормально, понимаю все. Раллист, раллист, понимает. И все. Нас наградили. Все, мы выиграли. Надо еще проехать 300 метров. Там сдать машину, как бы, финишный парк. И все, мы чемпионы. И она глохнет у меня на этом подиуме. Он так смотрит на меня. Зрители, все. Я думаю, ну, сейчас дотолкаем. То есть последние, там, 50 или, там, сколько-то, 100 метров мы закатывали машину на руках. Это история такая. Она как бы на грани, потому что это запрещено. Мы не можем пользоваться посторонней помощью, но... Немножко против правил, но, тем не менее, результат есть результат. Такой ролейный мир, которым соревноваться и заниматься этим, это вообще здорово. В большинстве случаев всегда, ну, там, как одна большая семья. Все помогают всем, чем могут. Надо инструменты, надо, там, жидкости, надо своими силами. Ну, там, это, наверное, самое-самое, то, что запоминается. Там нет такого, что ты-то конкурент. Большая часть вот всей этой истории, это, так скажем, наша поддержка. Причем поддержка, самое главное, самое первое, это семья. Я так счастлив, что вот у меня это все складывается. Потому что это ведь трудно. Трудно ведь посмотреть на себя с другой стороны. Я рад, что вот у меня жена, у меня дочки, они это дело все нормально понимают, поддерживают. Хотя, когда они меня взяли, я уже такой был. И нашим семьям, которые терпят наши такие увлечения, которые, с одной стороны, отнимают достаточно много времени, с другой стороны, в общем, не такие уж и безопасные. Спасибо вам, дорогие мои, что вы разделяете наши увлечения и поддерживаете нас во всем. Даже сейчас суббота. Объясни семье, где мы в субботу сидим, снимаем. Они на даче сидят, а мы снимаем. И я не могу сказать, что у нас есть спонсоры. Спонсор – это такое коммерческое слово. У меня есть друзья, которым это все по приколу. Это движение, движение автомасла. Я не обязан, знаешь, как по спонсорскому контракту 22 сторис в день делать с их логотипом. Они знают, что я это делаю хорошо, я это очень люблю. Я знаю, что я могу на них полагаться. Мне хорошо, им хорошо. И все в таком духе. И потихоньку у нас получаются такие там взаимодействия. Мне помогает латышский представитель Пирелли, кто торгует этой резиной. Потому что они видят, что мы дураки, и непонятно откуда на Жиге, и у нас получается. И он не отдает там покрышки под таким ценом, что мне даже стыдно об этом говорить другим ребятам, потому что я знаю, что он им так не отдает. Жигули впереди. Жигули это все делают, обращая на нас внимание. А мы этим пользуемся. Мне нравится строить, мне нравится инженерия, мне нравится из Жигулей создавать идеальные Жигули. Какие-то, которые в воздухе витают. Я хочу создать идеальные, самые лучшие, какие я смогу себе позволить. По прошествии этого сезона я принял такое решение, которое сам, в принципе, от себя не ожидал. Мы строим новую машину. Все спрашивают, а, наверное, БМВ. Нет, я же не бандит, чтобы БМВ строить. Мы решили построить новые Жигули. Это будет пятерка Жигулей белого цвета, как эта, вот эта, так скажем, база. И мы решили, что мы гоночную свою деятельность пока останавливаем ненадолго, и мы фокусируемся целиком на постройке новой машины, которая будет построена так, как я вижу, вообще идеальная Жигули. Мы поняли, что это совершенно новый автомобиль. Мы хотим попробовать просто то, что, наверное, никто еще не пробовал сделать с Жигулями. От Жигули останется крыша, передние две двери, ну и фары. Технический ключ в скорости спортивной машины – это надежность и вес. Надежность у нас есть, но эта машина в рамках класса, она очень тяжелая. Нам никто не может подсказать, будет ли это лучше, будет ли это хуже. Раньше мы ездили, мост от Вольво стоял, а сейчас бывает от БМВ. Это специализированное спортивное раллийное решение. Вон эта подвеска лежит. Задницу от БМВ я купил на разборке в хорошем состоянии. Мы задницу от БМВ интегрируем Женем с Жигулевским кузовом, и это достаточно сложно. Это очень просто ошибиться где-нибудь на 2 мм в геометрии, и у тебя машина будет потом кривая, ничего с этим не сделаешь. Вот, и мы сейчас этим занимаемся, это сложно, это необычно. Более того, пришлось пригласить сейчас вот тут. Больше 10 дней мы пригласили Женю Сорокина, это наш друг, он из Ростова-на-Дону. Он огромный опыт имеет в жестяном, вот в этом деле. Его работа это железо-жестянка-покраска автомобиля, и он раллист. У него тоже раллийные Жигули, и он вот этим делом болеет еще хуже нас. Отрезали задницу, приварили другую с БМВ. Дальше все это будет срочно, усилено. Сделать пришлось импровизированный штапель. Будет установлен каркас безопасности, потом, опять же, будет большое вмешательство в переднюю подвеску. Передняя подвеска будет точно оригинальная, полностью своя. По тормозам у нас уже есть исходная. Еще мы будем делать какие делать, вот. А все остальное, ну, пока все экспромт. Просто автомобиль будет лучше прежнего. Он будет намного интереснее, он будет технологичнее. Поэтому ради этого, собственно, все, наверное, и закивалось. Не все ради того, чтобы победить где-то. Это огромный процесс. Даже постройка вот эта, она приносит мне огромное удовольствие. Люблю ездить, люблю строить, мне нравится. У меня в кабинете, знаешь, лежат какие-нибудь документы, а настольная книжечка, я там раз в день читаю там какие-нибудь английские книги там по инженерии, как построить там подвеску, как сделать там углы правильные. Я там это все читаю, мне нравится, обалдею от этого. Мы не покупаем решение, мы не покупаем машину, на которой можно побеждать. Мы, мне кажется, мы ее создаем. Чтобы выиграть, самое главное, я думаю, что, конечно, установить это дело, ну, коллектив, общий коллектив. Во-первых, у меня очень быстрый пилот. Пилот, который постоянно растет, который не останавливается на достигнутом и, в общем, пытается впитывать в себя всю возможную информацию. Я думаю, что просто сошлись все желания того небольшого количества людей, которые находятся внутри автомобиля, снаружи автомобиля. И когда эти желания совпадают, то получается результат. Всегда на его пути попадаются очень хорошие люди. Вот там тот же Максим, Андрей, механик. Они не очень большую работу делают. И я думаю, Климу просто еще вот везет. Просто везет с людьми. Все подобрались, очень близкие по духу люди. Клим с его упорством – это человек, который достоин побеждать. Смотря трезвыми глазами, дорого, время, непонятно, чего мы делаем, непонятно, зачем мы делаем для обычного человека. А мы это любим. Вот и все. Поэтому состариться на гонках было бы здорово. Субтитры создавал DimaTorzok